приветствую уважаемые зрители и подписчики моего канала с вами андрей продолжаем проходить мизери версия 2.2 так ребят ну что давайте выберем задание которое мы сегодня будем выполнять да у нас их много и нам надо их потихонечку до выполнять так последней разработки найти документы зовут юпитер так это понятно и но и питер пока я не хочу пусть легенды а кстати давайте поработаем на ученых гипотеза установить сканер центра обвала так что вы проверьте пусть вашего необходимо установить скану примерно в центре обвала и нам понадобится пройти вот сюда в аномалию битом согласно данным сканеров артефакты отсутствуют ну что ж значит контейнеры брать не будем ладно лишний вес все таки давайте сейчас подготавливаются наши вылазки так ну в первую очередь что мы с вами мы с вами возьмем эколога да а кстати обратили внимание бачок да ребят стальной шлем м-40 типа мы еще и в шлеме на ну ка броня столько и самоденем эколог но он его как бы не видит понятно ну так это можно сказать и не баб вовсе так и что мы в принципе с вами можем сделать у нас есть с вами маморик 88 хищник собранный заказ помпой дробовик бывшая собственно зверобоя главным требованием владелец к этому оружие была способность валить самого живучего мутанта одним выстрелом эта философия истинных охотников независимо от того сколько людей убило животное она остается животным а следовательно не должно страдать ну очень даже гуманно в хорошо давайте мы его как раз и поюзы значит что у вас еще здесь есть спернач ну вот давайте пистолет у c-33 был разработан на середине 90-х годов вот скип со о центральной кб спортивного охотничьего оружия под руководством стечкина для замены устаревшего и давно снятого производства пистолета апс конструкции того же автора так но вот смотрите можем использовать то как используем собой на всякий случай попробуем поюзы гернать до имеется возможность установки пбс и иных аксессуаров по сравнению с тем жестички нам отличаются улучшенными характеристиками и более простой простой конструкции и более удобен в обращении понятно все это ясно ясно так минус 036 у него убрана масса значит с вами что мы сейчас сделаем первую очередь лямки все вот эти вот повесим на пояс дальше что еще лямки повесим верблюжий горбы так у меня там где-то был фреоновый охладитель вы говорили в принципе для аномалий огненных может нам пригодится поэтому вот одно деление оставим так что еще в принципе так патронов для пернача но пусть будет стойком оставим пока сколько есть так гранаты я редко использую поэтому давайте 1 f1 1 rgd и все так подствольнику тоже выложим пока что да к подствольнику выложим значит по одной гранатки оставим 70 патрончик сама но пускай остается так глюкоза глюкоза так это у нас монетки для разбора оружия тоже оставим на всякий случай так вот эти патроны сейчас выложим все таки накоплю я на свой так фрезер тоже выложена сюда ставим вернать туда ставим наш маврик который на подогнал зверобой да посмотрим как он в деле у нас будет так если с одного удара тем более вы еще под наворотить же можно правильно ребят так и войдет что у нас так батарейки у нас есть есть зажигалка у нас есть до зарядка заправка скажем так тоже есть хорошо так пускай дальше дальше смотрим что у нас с вами здесь по еде ну три бинтика наверно ставим вот дальше одну аптечку тоже выложим так это у нас aqua taps привозные но одну таблеточку оставим или сколько там у нас на один прием короче две таблетки на один прием оставим больше не надо так три стим пока самое но так все за эту пси блокаду тоже одну выложим так это у нас чтобы протечение остановить да так это у нас от пси воздействие ну сигарет тоже много таскать не будем опять-таки кофеин всякий никуда это не годится допинг много таскать опять-таки не надо и пинефри ну хотя допинг ладно еще возьмем на обратный путь мало ли так с хабаром пойдем так ладно что мы можем взять принципе отсюда водочки взять не ну лодочка это не распечатано вот этот возьмем просто так ради пусть чтобы было на скажем так водички водичка у нас есть с вами целая фляжка можно сказать так и и и и что еще и в принципе ребят и все да для починки снаряги можно было бы кстати говоря у нас не носим процентов сейчас у карданчика дочиним вот а для починки снаряги это у нас наборчик на 85 процентов вот а нам надо бы взять клей за который на 90 процентов пойдемте сейчас сходим к кому пойдем мы пойдем наверно у нас нету да так для ножа за точки ножей наверно один наборчик тоже возьмем на всякий случай будем точить а вот фреон охладитель но он весит правда фига сколько 234 ну максимальный вес плюс 1600 на килограмм до добавляем чуть меньше 800 800 грамм до получается выбор слышать начался в бизнес ладно так дальше так это все по еде у нас кристаллы всякие понятное дело так оружие чинить вот возьмем с вот эту простую смазку да уже на смазку русак у нас оружие целёхонько поэтому не надо ничего чинить сейчас не требуется нам и что еще можно ребят взять с собой записка стрелку понятно но в принципе все пойдем час знаете кому сперва гавайцу сравним ценник какой у него так во первом делом перезарядимся так и маврик а маврик у нас заряжена давайте сразу пока рядышком а у азотика все починим так сколько здесь 200 рублей ни о чем так и чейзер наш маврик емкость магазина плюс 2 сколько у вас сейчас весит 294 ну-ка плюс два патрончика 271 это просто разрядились до вес минус 0 60 надежность плюс 10 и надежность плюс 10 вот пока на этого снова пока не сможем ничего сделать нет у нас инструментов ладно ладно бай ну рассказывай я весь внимание ну а как дети прямо дорог 100 прав тебя ведь набор есть не набора клей кстати вот он шлем с верой м12 самые самые наверное лучший шлем который здесь есть не наверно так оно и есть лучше эту шлем по-моему по защите я не виду больше наверно ничего не так клей значит 906 а я хотел сравнить ну ладно 906 не пустоправа удавается я так понимаю по дороге здесь вообще он имеется продажа есть у тебя клик продажа гавайца да винте 998 у костоправа подороже так легкий голод ну ладно пока перепусывать наверно не будем а чё у нас там стейк из кабана чуть позже сделаем сохраночку так а самое главное то я забыл сейчас сходил бы крест выполнен ё-моё там же сканер надо джать я думаю чуть не хватает вот она сканер присутствия мутантов комплекс из сканер аномальной активности датчика присутствия мутантов ограниченного радиуса действия и блока записи прибор снабжен автоматическим выключателем который срабатывает после накопления определенного количества дам значит высококачественные изделия высокая ценность включает себя источник питания прототип технологических приспособлений так ладно сколько он весит 6 килограмм ё-моё ну ладно ладно так выбор спереждать укрытием задание выполнено нам все отправляемся ребят навстречу приключениям так а ничего я не срежу а вот несколько монет сейчас еще с ворон срежем может быть клювик какую нибудь где еще вороны только одна что погибло обычно когда выбросы ником стаи не падают да но что-то нет больше не любит так ладно маршрут маршрут это построить пока более-менее себя чувствую в костюмчике ну давайте как раз допинг и употребим как раз еще голод уберется у нас вас легкая легкий голод на регионе у нас же знаете сколько так он у нас добавляет насыщение плюс 200 килограмм и то что надо было видите самое она и можем теперь носиться как угорелый даже в костюме эколог который у нас навык владения не забывайте низкий но это все помнят захочешь не забудешь да ребят ну вообще ребята ты мне там писали в комментариях по поводу что чередовать на на свои вылазки да там какая-то вылазка допустим по артефакты какая-то там чисто по заданиям и так далее то есть зависимости от того какое снаряжение брать с собой вот на что это будет влиять о смотрите хабарочек нам припасли да да все возьмем почему нет ну то есть вот допустим мы идем с вами о еще кто-то так тут уже у меня а но я ж выкова давайте кстати сразу скафандр-то оденем вот скажем и полок да мы постоянно в нем задыхаемся на уплотни нас потому что низкий но мы же его допустим не оденем если я не знаю там долг ванну возвращать или спасать митяя мы его с собой не возьмем правильно а значит если по артефакты можем также вот повесить там фреоновый охладитель артефакты углухорные до который поможет нам оставаться находиться в этих аномалиях до без последствий скажем защита а так веса куда-нибудь на задание то есть если плевать не стоит опять-таки универсального костюма все но пока с вами нет да и вряд ли здесь он в принципе есть универсальный костюм какого нам сева но все у нас тоже опять наук владения никудышный так там кабан у нас а я-то думал stalker это всего лишь кабан попал аномалию так хорошо артефактов здесь естественно нет ну и по оригиналу припяти туши туда ничего не так долго вид значит это у нас сталкер не помню какой ранг так там у нас плоть все до собака он по аномалий медали плоти сейчас погнали и полегли все так вы больше вот тут уж нет уже никого ох ты ё-моё там псевдогигант ребят псевдогигант прямо твою аномалии куда нам надо и по ходу и по ходу не один сохраняемся ну вот у нас появилась отличнейшая возможность испытать наш чейзер в действии да да наверно ни хрена не получится так перезарядка да поспешил я выложить наш фрезер не ну кто вообще принципе рассчитывал я там не не рассчитывал все принципе псевдогигантов одного то не двоих не знаю какой то плюс к тому что мы во время до атаки а он не хочет быть за нами те и контейнеры я не стал брать да ребят вспомните зачем они нам артефактов нету а сейчас мало ли выпадет но это если мы сейчас еще завалим а смотрите нормально нормально маврик так давайте быстренько сейчас что сделаем убежим куда-нибудь захромал обратили внимание так вот здесь вот сейчас за камешком при встанем чтобы они у нас особо не агрились да вот здесь вот присядем так и давайте аптечку используем но вот эту которая побольше здоровья снова так и подумаем сейчас мы получается одного подранили уже да вот в принципе можно будет и второго или можно сейчас использовать гранат опять гранаты тоже выложил думаю не использую не используем видите как все промечут получилось ну хотя в принципе давайте рискнем парочка гранат я думаю при хорошем попадании и одной гранаты хватит и ф-1 тем более у нас мощная и прямо у аномалии смотрите главный расчет чтобы он там на эту гранату напоролся скажем так ну-ка ну почти не не получилось да ё-моё что-то как-то прям неловко все получилось давайте еще разок так ну что ж давайте попробуем еще разок во первых используем какую-нибудь аптечку ну армейскую вот и попытку номер два давайте начнем гранат ну то есть вся суть какая нам надо рассчитать бросить гранату так чтобы он на нее во время взрыва просто-напросто наступил в тот момент когда она будет взрываться это в принципе понятно так вот они учуяли меня нет а гранат ведь отскакивают ё-моё да какая твой зарядиться то я забыл ну вот еще и собаки откуда ты взяли слышите по нашу душу нет давайте осмотримся ой сколько там там кошки собаки ё-моё ну что они сейчас этих псевдо гигантов как раз ага как раз меня тут если захарчат вот чё вообще не надо было туда лезть ой костюмчик я свой убил а еще ведь в аномалию даже не лазил как у нас там состояние от брони 93 процента нашивка долго ну давайте 4 процента добавим кошки в принципе на псевдо гигантов нападают да обратили внимание так перезарядка и давайте выманивать ой ё-моё не ну так конечно понятное дело ну чё-то там я в наглую вот кошка то развелось да ну ка иди сюда да твою же а налево а так попытка номер 3 да но это о чем говорит о том что так вот я все опрометиваю потому что давно не играл опять таки давно не играл надо играть постоянно чтобы навыки не тратились не терялись скажем так так у нас там собаки убежали уже давай 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 ну это вообще было глупо в ближнем бою тягаться с псевдо гигантом лоб в лоб это нереально ладно давайте не в любом случае их надо как-то завалить вы понимаете что да эти ребят никуда не деться просто всяких тварей других дофига кошек там собак куда он на меня чешет а тварина такая ну видали а уроды а ловите лимончик может чуть-чуть но задел так ладно псевдо гигант конечно здесь мне смертей добавили нормально так вот пока они свой удар нанесли можно кинуть гранату все это даже плотно меня агрится ё-моё а а какие уроды а сама ель вот смотри сама сейчас сдохнет да вот от одной только кошки еще она при этом на меня тварь тупая так ладно перезарядка где то у нас там кошка была так ладно срезать успеем давайте срежем это раз во вторых подлечимся надо сейчас будет как то здесь опять таки маневрировать не фрезер бы мне сейчас не помешал бы однозначно так ладно давайте эту тварину привалим привалим вот что ты будешь делать а мутанты просто меня достали так ладно какое у нас там состояние брони 91 процент чинимся еще в аномалии нифига не надо а уже приходится чиниться вот так вот сходил блин озерский проверить его гипотезу так дальше ну сейчас надо от кошек избавляться однозначно сейчас надо по кошкам стрелять потом надо избавляться от всех гигантов еще вдалеке слышу бандитов вон видите они специально еще даже не пытаются отсюда меня убежать потому что чует легкую добычу чуют ну нет ну это я так не попадаю только расточительство еще и псевдо собака на меня действует а ё-моё так одна готова вон видите что творится псевдо собака где-то рядом а 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 достало все таки посмотрите так нет наверное надо мне вот что сделать мне надо будет употребить таблеточку употребим таблеточку это раз стимпак ну давайте стимпак о чем я здоровье совсем видели что творится сейчас пару ударов я готов мне надо прокачивать однозначно этот маврик с охранничка в попал то блин а так все что ли мы не знаю даже давайте срежем поврежденная все ну ладно так вот тишина да отлично я заметил кошачий хвостик так сохранка но это у нас даже пол дела не сделано вон они танки были в пруд так гранат у меня уже не осталось это прям как-то промечу я вот без близи бы их валить но сблизи сами понимают где тут кого завалить вблизи правильно же ребят близких не подпустишь сколько патронов осталось 70 патрон не считая того что сейчас у меня заряжена вон они твари ну-ка перна чем их представляете спернача завалим но моё уносим ноги но они кстати за мной особо не пытаются до убежать то так у меня голод давайте поедим что нибудь а то иначе просто сейчас сдохну не добегу он ведь уже прыгнуть заполнил даже на камень не могу так где-то мои припасы стейк так и таблетку от радиации видите опять всем собак где-то рядочком показалось опять на меня воздействует где-то рядом тварь такая короче ребята мне конец конкретно все я наверно здесь и не выживу словил этот вылет и к тому же ко всему вдобавок понабежали все до собаки псевдо гиганты и даже по моему химия ревела так что ребят это просто кошмар вы посмотрите что творится и выльт какой-то странный из того не сего давно у меня вылетов просто не было так ну и ничего мы повоюем сейчас я просто так без боя не знаю все ясное дело хотите мясо идите возьмите так сколько патронов 50 патронов а там еще где-то химия ребят была так успеем срезать так хорошо ах ты какая же ты тварь а тварина блин вот попал недавно только жаловаться на хардкор в эрии да а он посмотрите монстра число так ну минут как то я не знаю фантом это она создает это псевдо собак но дело в том что настоящий это держится подальше вот этот фантом настоящий там она подальше держится да так там кошка вместе с собакой ладно давай попробуем выманить готова ой ё-моё чуть не попался блин потише мне думают не время записывается так сохраняемся быстренько так ладно давайте срежем собачки мясо мозг контролер так отлично с этих мы ничего не срежем так здесь все повреждено здесь шкуру можем срезать потом хотя бы патроны патрон свои соберем это вообще получается потратиться потратились так кошки кошки все ладно пойдемте где-то я слышал химеру ребят сто процентов перед вылетом так все на гигант остались но эти храмы хромающий сейчас мы их я надеюсь быстренько ну ли они меня готов живучий тварь все даже не успел ну что у нас две попытки зона должна нас наградить артефактума опа гравия получите распишитесь это за мои мучения за столько смертей сколько я здесь получил от них так дальше так вот здесь ничего нету грави конечно это все хорошо ребят но не забывайте у него радиация это долбит дай боже а где интересный мир я точно химеру видел смоталась так надо перепустить давайте наверно что давайте давайте мы а давайте мы наверно батончик у нас с вами артефакт не будем рисковать давайте знаете как сделаем значит берем болты в руки первым делом выполняем крест вот понятно шкура плоти армируем резинтовый лист давайте двенадцать процентов очиним не точно химер было точно сто процентов где-то на тут рядом как бы сейчас нам не попасться бы вот сканер установили мутанты попрут нет дали снорки чешут вон они и псевдо где-то опять и где-то псевдо вон они сейчас все попрут в аноману костюмчик как быстро портится ё-моё так вот конечно все здорово замечательно сколько там всего этих снорков тьма 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 тьмущая до этого подлетел так хорошо ну-ка давайте-ка отсюда забрать сканы все задание обновилось отлично так на что мы с вами сейчас сделаем первую очередь в первую очередь значит давайте во первых употребил час дабы немножко нам снять радиации это раз дальше 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 с вами лечиться я думаю пока не будем надо что-нибудь перекусить то у нас и нет еды то в принципе да но хотя я себе не таким голодным чувствую подрывай часа подремонтируемся вот чего сделаем так эколог верблюжий горб малый комплект выживания шкура псевдо собаки вон 11 процентов так и так там не знаю ты чу я взял. Ничего я не срезать не буду себе. Это анамалия. Костюм. Пойдем сейчас в тихо. Артефакт появился. Смотрите, вот так вот. Шар, да, отлично. Так, ладно, бежим тогда до бункера. Смотрите, как хорошо-то. Где у вас там бункер ученых? Ну, как раз правильно мы идем. Сейчас как раз и выйдем. Так, ну что, аптечку эту давайте научную, да, или нет пока? Водички выпьем. Во. Она, конечно, слабенькая. Там сколько? Минус пять, минус шесть. Но, тем не менее, сколько ни воды снимет. Правильно же, ребят? Все идет в пользу. Да, вот так вот думал я сейчас схожу, проверю гипотезу Озерского без проблем. Туда и обратно. Шаг туда, шаг назад и все. Сходил. Тьмо-тьмущий мутантов. Ну, кстати, сталчик валяется. Ну-ка, давайте посмотрим. Морж. Это, кстати, знаете, из группы бродяги. Это был он. И там, получается, все были с уникальными именами. Ну-ка, думаю, наверное, группы бродяги в долге, недолго они проживут, скажем так. У долга сильно фризится причем. ФПС 60 сейчас. Ну, так, знаете, 55-60, 55-60. Суарк вот сейчас. То есть так вот скачет прям жесть как. Да. Давайте хоть скафандр снимем, что ли. И так дышать нечем, блин. Так, ладно. Блин, ну какая же у меня охотка-то получилась нервная. Моё-моё. Сходил, пострелял с норков. Там вдалеке кабана видел. Ну, надеюсь, он за мной не побежит. Где там бункер-то, господи. О-о-о, всё. Используем научную аптечку, делать нечего. Контейнеров нет, ничего нету. Научная аптечка сейчас хорошо и радиацию снимет. Здоровье нам подлечит. Так что всё норм, ребят. Доживём. Дойдём мы до этого бункера. Назначено. Здесь кабаны, где сожрут. А так всё норм. А кабаны здесь тоже противники, знаете ли. Не из простых стали. Ну ладно, здесь уже нет безопасности. Пацаны, если что, подмогнут. О, видите, группа тополя. Живы-здоровы. Ну, привет. А когда мы первый раз с ними, помните? Пришли на Янов. Здравствуйте, здравствуйте. Да-да, я слушаю. Куда Герман делся? Так, торговля. Ну-ка, сколько ты мне дашь за шар? Продаем однозначно. За грави. 14 тысяч? Точнее, ну, это будет глупо продавать ему за 14 тысяч. Так, а что у тебя есть? Велес не появился пока, да? И пинефринчик. Так, ладно. Значит, в первую очередь. Так, монетки, ладно. Бери все вот эти запчасти от мутантов. Шкуры. Да, забирай. Мясо, шкуры. Уже нет смысла ничего это собирать. 12 673. Так, отлично. Отлично. Так, что еще продать? В принципе, все, да? Я принес сканер. Ну, и каковы результаты? Неодоле гипотез подтвердилось. Когда я включил сканер, на меня в течение пяти минут напали снорки. Так я и думал, однако. И почему всегда находят подтверждение? Самая нежелательная теория. В любом случае, хорошо, что вы проверили. Теперь на проведение замеров придется отряжать более численные отряды. Так, ну пока получено достижение научный сотрудник. О, как. Это круто, ребят. Я думаю, после этого достижения мы сможем с вами получить в продаже детекторы Велес. Вы так долго работали с учеными, что вполне заслужите звания научного сотрудника. Теперь все обитатели исследовательского бункера относятся к вам как к своему. Разглядев фасценного помощника, профессор Герман предлагает вам медикаменты и оборудование, предназначенные только для персонала бункера. Спасибо, стоимости. Новиков настолько к вам привык, что делает модификации и требует оплату только за расходные материалы. Ну что, очень даже хорошо, да, ребят? Что только за расходные материалы. Конечно, сильной разницы я не почувствовал, но тем не менее, что-то в этом все-таки есть, да, ребят? Все, наверное, знаете чего? Сейчас бежим на станцию Янов. Откладываем артефакт. А можно, знаете, сейчас что сделать? Сейчас мы сохранимся. Так, я сохранился, перезагрузился. Сейчас я посмотрю, есть ли детектор Велес в продаже у Германа появились, точнее, или нет. Так, торговля. Вот, пожалуйста, детектор Велес, как заказывали. Следующий квест сейчас выполним, связанный именно с детекторами, ребят. Так, ну все, я предлагаю эту серию заканчивать. Продолжим уже в новой серии. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это прохождение. И подписывайтесь на канал, ребят. Все, до новых встреч, всем пока.